Большая часть воды на земле содержится в ливниках и лишь чуть более 1% пригодна для витья. Балаковские школьники узнали о воде чуть больше. О неизвестных фактах ребятам рассказали волонтеры из Центра молодежной инициативы. К Дню воды при поддержке Саратовской ГЭС в школах были организованы тематические уроки, которые стали уже традиционными. В этом году в общей сложности в мероприятии приняли участие около 2000 школьников. В прошлом году, в 2018, у нас одновременно в 12 школах прошел урок воды. Этот опыт был признан настолько успешным, что его решили применять более широко. Компания «Росгидро» сегодня, 22 марта, в День Всемирных водных ресурсов, решила одновременно провести урок воды во всех регионах, где есть объекты этой компании, в том числе и в городе Балаково. Нашу идею провести урок воды одновременно во всех школах города поддержал Комитет образования, поддержал Центр молодежной инициативы, присоединились волонтеры. И сегодня одновременно в 17 школах города Балаково проходит урок воды. На уроках по изучению окружающего мира ученики начальной школы получают базовые знания о таком важном веществе, как вода. На тематическом уроке им рассказали факты, которых не найти в учебниках. Сколько воды в организме человека? На какое время хватит пресной воды населению планеты? «Наибольшее количество информации нам предоставила сама ГЭС. О воде находится в интернете. Очень много интересных фактов и интерактивных заданий и загадок. Брали частично ту информацию, которую сами не знали. Допустим, некоторые видеоролики давали с той информацией, но о которой не говорится каждый день». На уроке уделили внимание и теме сохранения водных ресурсов. Ребята узнали, что некоторые виды рыб являются природными мелиораторами. Например, Толстолобик и Белый Амур лучше всего чистят дно водоёмов. И Саратовская ГЭС проводит акции по выпуску мальков в Волгу. Напомнили ребятам и о необходимости не оставлять мусор на берегах рек, потому что потом всё это оказывается в воде. Мало кто знает, что ежегодно сотрудники Саратовской ГЭС вылавливают из воды более 100 тонн мусора. Его прибивают к плотине течением. «Мы поняли, что одних только усилий отдельных лиц, отдельных предприятий недостаточно. Что проблема эта глобальная. Что воду нужно беречь, что нашу Волгу нужно беречь. И для этого нужно менять сознание людей. И в первую очередь учиться на знание ваших детей. Чтобы вы понимали, что когда вы приходите на берег, реки, да вообще в лес, на природу, вы не должны мусорить. И я надеюсь, что именно это вы усвоите. И будете бережнее относиться и к воде вообще, и к нашей реке, в Волге в частности». Ну а чтобы школьники закрепили полученные знания о воде, для них провели викторину. Ребята разгадывали загадки, вспоминали песни, связанные с водой, отвечали на вопросы волонтеров. За правильные ответы команды получали капельки. И в итоге победившая команда получила приз от Саратовской ГЭС. Но главное, школьники подкрепили свои знания о воде. «Что происходит, если мы будем тратить воду просто так, если мы не будем следить за тем, что мы делаем с водой, и нам нужно ее экономить». «Я смотрела много мультиков раньше, в детстве, и там было сказано, как экономить воду. Ну, очень познавательные мультики. И я сейчас стараюсь, ну, только душ принимать, когда чищу зубы, выключать воду, и не так много выливать воды». «Я узнала то, что люди от животных научились строить плотина, чтобы перекрывать поток воды. Они получают энергию из этого». «ГЭС занимается тем, чтобы вырабатывать из воды энергию, полезную людям, добывая ее экологически чистым путем». Вообще, в мероприятиях, приуроченных к Дню воды, приняли участие не только школьники. В самой популярной группе ВКонтакте «Типичная Балакова» в течение 10 дней проводилась викторина. Второклашки, как могли, рассказывали о понятиях, связанных с водой, не называя их. Отгадывали загадки взрослые, получая за это призы от Саратовской ГЭС. Поэтому можно уверенно сказать, что в этом году День воды в Балакове стал общегородским.